что делать если мы заблудились во первых надо не заблуждаться вы должны понимать куда вы идете и уже еще в городе понимать то самое либо время либо место с которого в случае чего это крайне срок или крайняя позиция с которой вам надо уже развернуться например вы вышли в 7 утра и планируете часам к пяти а лучше к четырем потому что после пяти уже там сильно вечереет вернуться домой тогда вы должны поделить ваше время на запасом что вы должны еще вернуться и знать что если допустим в 12 или в 11 вы не оказались в каком-то точке нужно то либо у вас темп не подходящий либо условия породные не соответствуют надо просто развернуться и поставить себе как раз вот эту контрольную так называемую точку возврата с которой вы будете шагать домой очень важно ее хорошенько просчитать и на будущее ее понимать то есть возможно вы будете лучше тренироваться она будет отодвигаться либо вы наоборот там сегодня приболели и тогда этот контрольный срок должен быть разворот где-то пораньше что же делать если все-таки случилось и вы оказались в такой ситуации что уже темно темнеет я например считаю что зимой в горах когда солнце уходит и наступает темнота становится очень очень холодно и это очень опасно и тут важно двигаться и двигаться надо мы опять же говорили что у вас должны быть фонарики вы должны знать хорошо маршрут по которому идете ли хорошо его представлять и вы должны двигаться по тропе по известной тропе вам и не сходить с этой тропы пусть ваша скорость с приходом темноты станет гораздо медленнее но очень важно все равно сохранять движение и двигаться в сторону как бы дома до ближайшей связи там уже сообщить родным которые наверняка за вас беспокоиться ну и в случае уже если совсем сложная ситуация то вызывать на помощь спасение до Алматы тут основное правило не сходить с тропы потому что вы сильно усложняете задачу во-первых себе в темноте искать тропу очень сложно а во-вторых усложняете задачу спасательная служба вас в поиске вас и если вы сойдете с тропы зимой это может быть очень опасно вы можете застрять в лавине в сугробе или упасть в какую-нибудь речку и тогда возвращение домой будет гораздо гораздо сложнее но я все равно сторонник чтобы именно двигаться в сторону дома в темноте потихонечку по тропе если вы конечно совсем уже заблудились и нечаянно оказалось что вы уже не на тропе такое да бывает если вы плохо знаете нас тут и темно и топы вы не видите вернуться на нее не можете потому что не знаете куда я считаю что надо занять наиболее безопасное место то есть вы топтать себе небольшую полянку ни в коем случае не садиться не взорваться в сугроб надо сделать допустим площадку метр на метр и до утра хоть стараться согреваться то есть просто ходить по этой площадке делать какие-то упражнения ни в коем случае не засыпать холод имеет такую коварную особенность вам кажется что вы вот-вот сели вам стало потеплее на самом деле это очень опасная ситуация вы можете просто и не проснуться в холоде даже не заметить что вы уснули и спасатели вас найдут уже именно обледенелым и замерзшим никогда этого не делайте двигайтесь будет тяжело будите себя будите товарищей совершайте там упражнение берпи делайте приседания главное чтобы вы могли хоть как-то как-то согреваться главное да этого вообще не допускать поэтому тщательнее и более вдумчиво относитесь к планированию вашего маршрута 5 а и Продолжение следует...